МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подключиться к газу станет проще. Заявку можно будет подать в электронной форме через портал госуслуг. Для этого правительство включило перечень услуг, связанных с подключением и использованием газа, Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг. Чтобы подключить газ, необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг, оставить заявку, заполнить единый договор на подключение к сетям. Заявку, поданную через портал госуслуг, будут автоматически направлять единому оператору, ответственному за весь процесс доведения газа от магистрального газопровода до границ участка. Услуга бесплатная. По поручению президента до 2023 года в России планируется провести ускоренную догазификацию. Газ должен быть бесплатно доведен до границы участка в уже газифицированных населенных пунктах. К 2030 году уровень газификации российских регионов вырастет более чем на 10% и достигнет 82,9%. А граждане получат возможность подключиться к сетям быстрее и с меньшими затратами. Ежегодно 3 сентября Россия отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата связана с трагическими событиями в Беслане, когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе номер один погибли более 300 человек. Среди них 186 детей. 3 сентября Россия отдает дань памяти тысячам соотечественников, погибших от рук террористов в Беслане, в театральном центре на Дубровке, в Буденновске, Первомайском, при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске и в других террористических актах. Памятные мероприятия проходят и в школах Сарова. Урок ОБЖ у 6-го Г-класса начался с вопроса о том, что такое терроризм. Учитель подробно описал трагические события в Беслане и показал ребятам видеоматериал о хронике тех событий. Вся страна была потрясена теми бесчеловеческими действиями, которые произошли в городе Беслан. Все следили, сопереживали людям, которые находились в то время, в той ситуации. Никого не оставили равнодушными кадры с места трагедии. Стихи и музыкальные композиции, передающие все горе и страдания, которые тогда пережили люди. Люди, которые защищали других детей, спасали их жизни, они подвергались опасности своей жизни и их нужно помнить, потому что они совершили подвиг. Погибших вернуть нельзя, но можно искоренить терроризм как явление. На это и направлена акция памяти, которая ежегодно проходит 3 сентября в России. Для детей проводят различные мероприятия и классные часы, чтобы подрастающее поколение знало и помнило о тех страшных событиях. Как я знаю, там было очень жарко и им запрещали пить или, в принципе, говорить на русском языке. Воспитание в детях активной гражданской позиции поможет в будущем избежать трагедий, подобных той, что произошла в Беслане 17 лет назад. Почти 9 тысяч нижегородцев в этом году пострадали от укусов клещей. 2000 из них – дети. Чаще всего клещи присасывались в лесу. К началу сентября в области зарегистрировано 5 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 15 – клещевым бролиозом. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Продолжается проливка тлеющих очагов пожара на территории Мордовского заповедника. Очаг в северо-западной части локализован. Второй очаг в северо-восточной части продолжает действовать на площади 10 гектаров. Площадь, пройденная огнем – 6400 гектаров. В ликвидации пожара задействованы более 1000 человек и 240 единиц техники. Работа ведется в круглосуточном режиме. Общая протяженность противопожарных преград – более 260 километров. В России началась вакцинация от гриппа. Ситуация по заболеваемости этим вирусом в стране пока стабильная, но уже регистрируется в случае заражения гриппом группы А, H3N2. Роспотребнадзор рекомендовал субъектам России привить не менее 60% населения от гриппа и не менее 70% лиц из групп РИСКа. С 1996 года, когда впервые началась вакцинация против гриппа, заболеваемость им в России снизилась почти в 200 раз. В Саровину прививку можно записаться через портал пациента или в колл-центрах поликлиник. Стартовал этап онлайн-голосования в конкурсе «Лучшие гиды Нижнего Новгорода 2021». Саров представляет старший научный сотрудник городского музея Анны Закутина с сюжетом о колокольне Саровского монастыря. Проголосовать за нее можно в YouTube-канале «Лучшие гиды Нижнего Новгорода». Автор ролика, который наберет до 15 сентября больше всех лайков, получит премию «Любимец народа». Около 220 тысяч коек для пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее развернулись сегодня в России. Около 25% из них свободны. Об этом ТАСС в пятницу сообщил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. При этом, по словам чиновника, более 5000 пациентов с новой коронавирусной инфекцией в России сегодня находятся в реанимационных отделениях. На реанимационных койках сейчас находится чуть более 5000 человек, поэтому здесь необходимо быть осторожным и стараться предупредить болезнь. Поэтому призываю всех сделать выбор в пользу вакцинации, сказал Фисенко. В восьми регионах России зафиксировано рост заболеваемости COVID-19. Еще в 47 субъектах уровень снижается, 30 остаются на плато. То есть нет пока динамики ни вверх, ни вниз, отметила в интервью «Россия-1» глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она пояснила, что сезонные инфекции традиционно усиливаются ко второй декаде сентября, поэтому осенью можно ожидать новый подъем по коронавирусной инфекции. В связи с этим мы предполагаем, что и COVID-19 как респираторная инфекция также обеспечит себе дальнейший рост. Но опять же, если мы не будем привиты, подытожила руководитель ведомства. Уровень коллективного иммунитета коронавируса в России пока недостаточен. Для его формирования необходимо вакцинировать около 80% населения страны. 56 авторов, два этажа экспозиции, более 200 произведений живописи и графики о Сарове. В художественной галерее открылась новая выставка, посвященная 330-летию нашего города. В экспозиции представлены творческие работы саровских художников и произведения гостей города, написанные в ходе всероссийских пленеров Сарове. Новый творческий сезон «Художественная галерея» открыла выставкой «Саров. 4 сезона», посвященной 330-летию нашего города. На выставке представлено более 200 работ, как саровских художников, так и известных мастеров, картины из музейных и частных коллекций. Темой экспозиции стала красота Сарова в сменах времен года. Это огромный подарок нашим горожанам, саровчанам и гостям нашего города в художественной галерее, в прекрасных залах, посмотреть работы замечательных художников, увидеть свой родной, любимый город, да еще уникальный момент все четыре сезона в один момент. Никогда такого не было, и вот сейчас на этой выставке как раз это реализовано. На картинах видно, как менялся и развивался Саров, как строились новые здания, дороги, храмы и скверы. Рассматривая виды города, зритель как будто путешествует по его улицам и проспектам. На выставке городские пейзажи органично дополнены натюрмортами с цветами. Эти работы также были написаны в Сарове с натуры. И мне кажется, что эта выставка получилась вот такая очень звонкая, ровная, такая вот интересная, разнообразная. И не надо думать, что о Сарове можно рассказать только пейзажами. Здесь представлен и натюрморт, когда весь наш город весной утопает в сирене, когда сменяется летними цветами, клумбами, дачами наших саровчан. На торжественном открытии выставки собрались художники, гости галереи и представители администрации. Глава города Алексей Сафонов поздравил собравшихся со значительным культурным событием города, а также вручил участникам выставки художественные альбомы о Сарове. Вам, людям искусства, дан особый дар. Вы видите необычное, вы видите прекрасное и можете показать это простым людям. И тоже для меня важно, крайне важно, что эти моменты прекрасно вы видите в разных уголках нашего города. Публичных, тайных, укромных. Вам, как говорится, это виднее и известнее. Поэтому поздравляю всех нас с таким значимым событием. Очень приятно, очень волнительно. Юбилейная выставка Саров 4 сезона продлится в художественной галерее до середины октября. Приобрести билеты можно в кассе галереи или позвонить по телефону 702-87-702-94. Мероприятие для лиц старше 6 лет. В музыкальной школе имени Балакирева 7 молодых специалистов пополнили ряды педагогов. На новый учебный год у них много творческих идей и планов. С молодыми преподавателями познакомилась наша съемочная группа. Молодые педагоги только пришли в музыкальную школу имени Балакирева, но уже полны энтузиазма и желания приобщить детей к миру музыки. Станислав Калинин родом из Выксы, закончил Арзамасское музыкальное училище. Несмотря на юный возраст, молодой человек решительно настроен на работу. В планах педагога преобразовать систему музыкального образования и сделать ее еще лучше. Нам надо на базе того, что нам дают и делятся своим опытом преподаватели с большим стажем, с большим опытом. Все, что мы у них возьмем, я думаю, мы будем на основе этого. Если не ломать, то перестраивать и в корне менять какую-то систему сложившуюся. И, может быть, добиваться больших результатов, больших возможностей. У преподавателя теоретических дисциплин Ивана Яшенкова высшее музыкальное образование Нижегородской консерватории имени Глинки. Некоторое время Иван работал в Арзамассе. В Саровской музыкальной школе педагог хочет повышать профессиональный уровень ребят и привлекать их к участию в конкурсах и олимпиадах. Очень хочется работать с ребятами, очень хочется участвовать в различных конкурсах и олимпиадах с ребятами, поскольку по теоретическим дисциплинам, то есть по сольфеджу, слушанию музыки, музыкальной литературе, множество. Олимпиад и всероссийских, и международных, и областных. Алена Ефремова работает в музыкальной школе имени Балакирева с 2020 года. Первый учебный год выдался для девушки волнительным и напряженным. Карантин и дистанционное обучение давали о себе знать. На этот раз педагогу хотелось бы наверстать упущенное и проводить концерты в режиме офлайн. Участие в фестивалях и конкурсах. Надеюсь, что с 2022 года нам что-то разрешат уже сделать не в онлайн формате, а сделать уже концерт полноценно, чтобы собрать целый зал, чтобы люди пришли послушать своих детей, пришли послушать родителей. Сейчас детская музыкальная школа имени Балакирева проводит дополнительный набор учащихся. Получить подробную информацию о поступлении можно по телефону 9-81-91. Возвращение после отпуска – тяжелое время, поскольку снова нужно ломать режим. В результате возникает депрессия, стресс и дезориентация. Около 40% людей испытывают дискомфорт после отпуска, потому что не могут правильно перестроиться после отдыха и включиться в работу. Как сделать так, чтобы возвращение к привычному ритму жизни прошло гладко, расскажем в следующем репортаже. Заканчивается сезон отпусков. Многие сразу выходят на работу и чувствуют себя даже хуже, чем перед отдыхом. Это так называемый пост-отпускной синдром, когда человек чувствует усталость, как будто трудился без выходных целый год. Наша жизнь состоит из мельчайших каких-то действий, и они складываются в наши 24 часа в сутках. И вдруг резко мы должны поменять как минимум 8 часов на дню из этих 24 часов. Конечно, эта перестройка, она влияет. Мы должны по-другому складывать свою жизнь. Возвращаться из отпуска надо постепенно. Психологи советуют приехать заранее, чтобы в последний предрабочий день заняться личными делами. Также важно научиться разделять работу и отдых. Многие выходные думают о рабочих задачах или стараются сделать что-то заранее. Так делать нельзя, говорят специалисты. Тут важно расставить приоритеты. Если он будет понимать, что я в моих руках поменять мою жизнь так, как я хочу, то тогда он будет более внимательно относиться к тому, а как я могу поменять, а что именно мне не нравится в моей работе, на что я могу повлиять, а на что я не могу повлиять. Чтобы избежать эмоционального выгорания, нужно прислушиваться к себе и своим желаниям, а не откладывать на потом. Также переключить внимание и улучшить эмоциональное состояние помогут различные хобби. Если человек наполняется чем-то помимо работы, если для него работа это не основная жизнь, есть еще то, чем он живет помимо работы, то он, конечно, не относится к работе с таким всепоглощающим вниманием. Если вы чувствуете, что работа вам тягость и никакие советы не помогают, то нужно задуматься, что, возможно, стоит сменить сферу деятельности на ту, которая вам интересна. Комиссия по работе с молодежью и правком «Арфиасунев» запустила новый проект, посвященный 75-летию ядерного центра «Ученый с нашего двора». Две недели в разных районах города будут проходить праздники под открытым небом. Первое мероприятие прошло в сквере на улице Московской. В сквере по Московской 21 прошла премьера проекта «Ученый с нашего двора», приуроченного к 75-летию ядерного центра. Для гостей подготовили интересную познавательную игровую программу, в рамках которой провели викторину, посвященную истории ядерного центра и отцу советской атомной бомбы, Игорю Васильевичу Курчатову. Вопросы сложные, интересные. Мы мало того, что будем рассказывать про ВНЕФ, мало того, что будем рассказывать про наш город, мы также будем спрашивать людей про то, что они знают про наш город и знают про ВНЕФ. Пока родители вспоминали исторические события, дети участвовали в различных тематических конкурсах, соревнованиях и мастер-классах. По словам аниматоров, ребята с удовольствием принимали участие во всех состязаниях, но больше всего им понравилась игра «Бегемотики бежали». Ребятам больше всего понравились более такие интеллектуальные игры, конечно, подвижные, те же там «Бегемотики бежали», где надо рассчитывать шаги, например, до товарищей. Мы не так долго играли в вышибалы, как мы играли в «Бегемотики бежали». Первокласска Вероника Киселева любит различные праздники. Ей нравится узнавать что-то новое и знакомиться с другими ребятами. В этот раз Вероника тоже не стояла на месте. Она успевала и поучаствовать в викторине, и самостоятельно сделать бомбочку для ванны. Я люблю купаться с бомбочками. А так еще интереснее делать их. Всего в рамках празднования 75-летия ядерного центра на дворовых площадках города организуют 10 тематических встреч, посвященных великим ученым. Финал проекта пройдет 15 сентября в сквере на Старом Фонтане. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Апенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова